Итак, сразу за Детским пляжем у нас, естественно, начинается следующая локация. Это не один большой городской пляж, а он вот так вот разбит. Давайте представим, что вот эти вот бамбуковые поросли, которые здесь есть, это означает, что у нас пляж Одесса. Одесса, как правильно говорится, да? Соответственно, вот он такой пляж. Что отличительно у этого пляжа, да? Он, соответственно, находится около бывшего или там настоящего ресторана Одесса, вот. Это напротив башни алфавит и вот колесо обозрения, да? Соответственно, сразу за Детским пляжем, то есть, а за Детским пляжем у нас еще там пляж наблюдения за дельфинами, вот такой замечательный пляжик Порт Одесса. Что его отличает? Тут уже, кроме лежаков, мы видим, уже есть вон кабинка для передевания, есть вот такая дорожка, которая ведет к этому пляжу, вот там я ближе там ее покажу, да? Соответственно, уже есть шезлонги и уже есть какая-то там, ну, более-менее приближенность к цивилизации, потому что здесь уже пошли рестораны, ресторанные комплексы. Если там это больше кафе, там шаурма и вот такие быстрые фастфуды, тут уже такие, как бы считается пляж там при ресторане, либо при территории. Но хочу вам отметить, друзья мои, что пляжей, частных пляжей на территории Батуми нет и поэтому вы везде можете вправе ходить, и здесь нет такого, что на этом месте там нельзя проходить, потому что это пляж. Это считается пляж и ну, просто такая градация, да? Ну, уже здесь мы видим в этом пляже, да? Как видим там кабинки для переодевания, какая-то цивилизация, вот и вот люди уже отдыхают.